Анимот Митрагерч, я очень волнуюсь, у нас действительно серьезный конгресс и много работы вместе, мы должны его провести как можно более компактный, серьезный, собрались здесь для большого дела. У нас всего лишь час есть на лекцию, на этот урок, включая вопросы. Я буду говорить довольно кратко, если у кого-то будут серьезные вопросы по теме, которые мы сейчас затрагиваем, то в конце урока вы сможете об этом спросить. Где-то 20 минут будет на вопросы, 40 минут беседы, где-то полчаса и полчаса где-то вопросы. Только я прошу вопросы конкретные по тому, по той теме, по которой мы сейчас будем проходить. Первую тему, которую мы заявили, это Европа – центр и сущность мира. Европа – это современный Вавилон. Хотел бы я сначала спросить, как вы меня слышите, хорошо или нет? Или есть большое эхо? Эхо? Тогда, если можно, поменьше звук. А сейчас лучше? Сейчас лучше, да? Лучше. Хорошо. Я постараюсь говорить разборчиво и не спеша. Мы с вами проходим по науке Каббала о том, что вся природа – это желание насладиться, желание получить наполнение, которое развивается в течение многих-многих миллиардов лет. От неживой природы к растительной, к животной и к человеку. И человек проходит в течение своей стадии развития, в течение своей эволюции такие же этапы неживого развития растительного, животного и человеческого. Мы подошли к вам, с вами к определенному этапу, очень особенному, в котором мы сегодня находимся. На протяжении всех этих этапов человечество переходило как бы из одной стадии в другую, из одной площади в другую. Если жизнь зародилась где-то в Африке, потом она кочевала где-то на Востоке, потом она перебралась на Европу, и сейчас Европа находится в состоянии, в центре мира. И представляет собой, кроме того, по своему смешанию и по интеграции, действительно современный Вавилон. Она задает миру тон культурный, научный, технический, технологический. Несмотря на то, что Америка, это вроде бы отделена от Европы, на самом деле это одна и та же цивилизация. Так что мы должны говорить о центре мира, центре Европы. И то, что происходит в Европе, это, в общем-то, сказывается по всему миру. Мы в новостях видим, что самое главное, это то, что происходит здесь. И если когда-то человечество произошло из древнего Вавилона, и оттуда разошлось по всей земле, там оно представляло собой общность огромного количества всевозможных племен, которые были объединены вместе общей площадью, относительно общей культурой, уровнем существования, то сегодня то же самое происходит в Европе. Это огромное количество людей, народ, состоящий из огромного количества племен, если можно так сказать, народов, государств, которые, в общем-то, все равно объединены какой-то одной определенной культурой, одним уровнем, пониманием мира, ментальностью, хотя отличаются между собой, но, в общем, платформа у них одна и та же. И эта платформа постепенно распространяется по всему миру. Европа представляет собой источник современного существования, дух. Но сама она проходит очень болезненные изменения, потому как наш мир меняется не только технически, технологически, а меняется потому, что те желания, которые в нас, в базисной системе существуют, они меняются, и особенно резко, и качественно в последнее время. Если в течение тысячелетий человечество развивалось просто в увеличении желаний, человек хотел больше. Он хотел больше зарабатывать, больше получать, больше расширяться, наслаждаться. Он хотел просто эти желания больше наполнить. Они, эти желания, развивались, в общем-то, количественно. И практически очень мало развивались качественно. То сегодня происходит очень такой сложный переход к новым желаниям. Мы уже отходим потихоньку от развития к богатству, к славе, к власти, даже к знаниям. Человечество начинает искать не всего этого, того, что заполняло раньше и занимало раньше его. Оно переходит к такому пассивному, аморфному существованию, потому что находится в переходе, так же, как у нас, в наших духовных изменениях. Мы тоже находимся иногда в подъеме в большом, а потом в каком-то падении, в каком-то даже отчаянии, равнодушии, не в состоянии ничего делать, нам ничего не хочется. А потом снова взрыв какой-то идет изнутри, и снова нас куда-то тянет, и снова мы полны энергии. Так вот, у нас эти состояния сменяются очень быстро. А в человечестве, в его развитии, они сменяются очень медленно. Так вот, сегодня мы переживаем такой этап, он уже начался давно, где-то лет 70-80 тому назад, после Второй мировой войны, где-то в 50-х, 60-х годах, началось это отношение аннигилизма, отрешенности, апатии. Затем потом оно перешло в то, что люди перестали интересоваться семьей, участились разводы, не хотят создавать семью, не хотят рожать детей, желают быть одни, уходят от родителей. Нет той общности, которой когда-то была семья, много людей вместе, связанных родственными чувствами, это тоже пропадает. И в итоге получается, что человек находится в каком-то растерянном состоянии. Особенно это чувствуется именно в Европе, потому что это самая развивающаяся часть человечества. Но, в принципе, этот процесс, он всего лишь переходной к той ступени, к тому состоянию, когда мы ищем смысла. То есть, в принципе, человек потерял наслаждение, потерял желание, потерял интерес к прошлым наполнениям, и тут ничего не сделаешь, ну не хочется. Трудно заставить людей, вы даже сами, когда сталкиваетесь с людьми на работе, дома, в каких-то мероприятиях, а не какие-то немножко разочарованные, пустые, неинтересующиеся. Хотя мы все время пытаемся через различные средства массовой информации, рекламы всевозможные, как-то возбудить их к чему-то. Это спорт, футбол особенно, там все это возбуждает, так вроде. А на самом деле нет. Это только человек тянется к этому, потому что хоть чем-то он должен заполнить себя. Вот этот переход, он очень неприятный, так же, как мы ощущаем его в себе, когда мы находимся в состоянии упадка. В таком состоянии, мы знаем, уходят от нас многие люди из групп, они не ощущают, что они получают здесь какое-то наполнение, и куда-то уходят. Это, я думаю, я знаю, что это временно, потому как придет волна, и снова они будут вместе с нами. Но пока вот так. И вот этот вот процесс в Европе, он еще, кроме того, накладывается на остальные процессы, потому что, в принципе, действует на всех на нас единая сила света. И она в равной степени действует на ментальную, и на моральную, на все наши уровни. И таким образом мы чувствуем вот такой вот общий упадок. Ну и самое главное, это кризисы не только семейные, не только кризис образования, кризис воспитания, кризис культуры. Это самое главное для нас сейчас, это кризис экономический, финансовый, финансовый, потому что экономика, финансовый, они всегда связывали людей между собой. Если бы люди не были зависимы друг от друга финансово, то есть заработать, жить, существовать, то они бы не организовывались бы в города когда-то, в народы, в государства, или в какие-то союзы, у них бы не было бы стимула. В принципе, весь стимул связи между нами – это совместно заработать, прокормиться, насладиться, развиться. А когда происходит кризис, разрыв между нами финансовый, экономический, то это уже разделение самое базовое. И это символизирует собой серьезный переход к следующему уровню. Ну, вы знаете, что в принципе Каббала об этом говорила, говорила давно, и уже сотни лет назад Каббалисты об этом говорили. Бали Сулам в начале 20 века говорил о том, что в конце 20 века, конкретнее с 1995 года, начнется совершенно новый этап, явный этап в развитии человечества. В принципе, он начался еще в начале 20 века, но пока все это доходит до реализации в массе людей, то происходят вот такие изменения. Но дело в том, что эти изменения, они так же, как в группе. Мы можем учиться от маленьких организаций, таких как группа. Для примера, что же будет происходить в больших таких организациях, как целый европейский континент. В группе мы с вами изучаем из всех статей, материалов, что как только люди устремляются к объединению, они сразу же получают раскрытие новой ступени эгоизма. Почему это происходит? Да потому что, если мы должны подняться, если мы находимся на какой-то ступени развития и должны подняться на следующую ступень, мы не можем на нее подняться, кроме как, если будем преодолевать наш эгоизм. То есть, следующая ступень развития – это большая связь между людьми. Если здесь мы с вами связаны, допустим, между собой, ну, какой-то силой, допустим, в 10 килограмм, то здесь мы должны быть связаны между собой, допустим, с силой в 100 килограмм. А как заставить нас быть связанными между собой с такой силой, чтобы мы организовали более сильное, более связанное между собой сообщество, настолько, в котором бы проявился бы свет, высший свет, та сила, которая на нас воздействует извне. для этого нам надо стать эгоистами между собой вот на этом уровне, чтобы весь этот эгоизм оказался бы внутри, между нами, а мы, вопреки этому эгоизму, связались бы между собой. То есть сделали бы над собой экран. Так, чтобы весь свет, который к нам приходит, он бы не вошел бы эгоистически в каждого из нас, а он бы остался бы снаружи здесь, над нами, над нами, в виде общности, в виде союза. И тогда мы ощутим его общий свет в общем желании, соединенном между нами. И это будет, допустим, первый духовный свет, назовем его условно нефеш. Нефеш. Ора нефеш. Поэтому, для того, чтобы достичь такого состояния, когда мы внутри раздираемся эгоизмом между нами, и вопреки этому заставляем себя соединиться вместе, соединяемся вместе, хотя все мы эгоисты. Вопреки тому, что нас расталкивает этот эгоизм, мы именно, работая над ним, соединяемся вместе. Тогда мы в этом нашем соединенном состоянии, состоящем из двух противоположных сил, эгоистическое, разделяющее нас, вызывающее отторжение, ненависть, непонимание, то, что мы чувствуем между собой. И над ним поднимаемся в связи между собой. Когда вот эти две силы, противоположные силы, отрицательные с одной стороны и положительные с другой стороны, когда они достигают определенного между собой напряжения, напряжение, тогда и проявляется там в один момент скачкообразно высшая сила, свет, который дает нам ощущение совместности, ощущение связи и одновременно ощущение существования в совершенно ином пространстве, в ином состоянии, так называемый высший мир. Когда мы начинаем ощущать себя вне пространства, вне времени, вне материи, вне перемещения, то мир сил, управляющих нашим этим миром. Вот на этот уровень мы с вами должны выйти. То есть подняться на него, вот на этот уровень, сегодня это наша задача. И мы в группе видим, что как только мы начинаем соединяться, стремиться вместе, происходит какой-то момент, и мы получаем удар. Вдруг какое-то разъединение, охлаждение, никчемность, не надо это все ничего. Многие наши товарищи отпадают, остальные кое-как переживают этот процесс, охлаждение, отторжение, потом снова приходит возбуждение и устремление к связи. И вот таких этапов мы должны пройти с вами здесь по этому подъему. Много-много этапов. В один раз мы его преодолеть не сможем. И каждый из этих этапов, допустим, таких этапов должно быть, ну, я просто говорю, 150. Понятно, что это случайное число. Таких этапов нам необходимо пройти, пока мы не достигнем вот этой вот точки, когда наш потенциал будет равен свету нефиш. И тогда мы проявим эти два в нас потенциала, отрицательный и положительный, в разнице между нами, такой, что проявится здесь свет. Это нам известно из электроники, из физики, из всяких наук. Если существует определенная разница потенциалов, то проявляется, допустим, лампочка загорается даже, когда есть на нее достаточное напряжение. Так? Тогда проявляется вот этот свет. Ор-нефиш. Вот к этому мы должны стремиться. Это в группе. И то же самое сегодня происходит на целом континенте. А потом будет и на всем мире. Это уже распространяется и дальше. То есть мы видим, что как только начали по сигналу свыше, по программе творения, захотеть в Европе объединяться, и вроде бы начали с к этому какое-то движение. Естественно, в понимании всех народов, что это будет для них экономически выгодно. Иначе же никак не привлечешь людей. Мы привлекаемся в группы, потому что на что тоже тянет какое-то будущее наполнение. Оно нас манит. Вперед. Так и здесь. Люди почувствовали, что они могут быть вместе, сильнее, им выгоднее. И начали объединяться. И в процессе объединения вдруг обнаружили, что здесь есть очень много подводных камней. Проблем. И в этом состоянии сейчас находится вся Европа. Естественно, если бы народы Европы знали бы о том, что на самом деле происходит с ними, что надо на самом деле сейчас именно устремиться к объединению, то они бы сделали то же самое, что мы пытаемся делать в группе. То есть начали бы, наоборот, стремиться как-то объединиться. Разделиться между собой, они уже видят, что не могут. Вот относительно группы здесь происходит немного другой процесс. Более такой, ну, на низшем уровне. Поэтому он такой, что мы в группе разделяемся, снова соединяемся, приходят новые люди, мы уходим, мы приходим и так далее. Или просто выпадаем из нее на несколько дней, или недель бывает такое, или даже присутствуем у ней, но вроде бы и не присутствуем. Настолько мы отключены бываем в наших падениях. А здесь видно уже тем людям, которые находятся в руководстве всеми этими связями финансовыми, экономическими, они верят, что это невозможно, что дальше разъединяться нельзя. Возникли такие связи, вот мы видим сейчас на примере Кипра, и раньше видели, на примере Греции и так далее. И это будет продолжаться. Никуда не денешься. Надо, наоборот, все больше соединяться. Надо, наоборот, все больше объединяться. Только это будет все проблемно. Потому что без понимания того, что на самом деле надо делать, то будет методом такого поиска. поиска. Поиска вслепую. А вообще, по аналогии с группой, это надо просто создавать усилия для взаимного проникновения, для взаимного объединения, для взаимной связи. И тогда выход, он так же, как и в группе, поднялся бы весь континент, за ним бы и весь мир на уровне высшего мира. Ничего здесь особенного не происходит. Здесь действительно вот такой вот процесс. Поэтому наша особая задача между собой и понять надо нам, что это наша миссия, для этого нас привели к этой науке, которая изучает природу мира, управление миром, наука Каббала. первую книгу, по ней, как вы знаете, написал Адам 5772 года назад. Так что нам надо как можно быстрее попытаться распространить это знание на, хотя бы на весь европейский континент. я уже не говорю на весь мир. Нам надо обязательно показать, что мы находимся все. Мы немножко раньше и понимая, что происходит, изучая этот процесс, а весь мир, не изучая, не понимая, но все равно находится в этом процессе. И мы видим, что сегодня мы говорим о чем-то, через год, два, пять лет, неважно, но мир начинает приближаться к нашим идеям, к нашему пониманию, люди вдруг начинают говорить тут и там о тех же вещах. Если когда-то об объединении не говорилось, о том, что надо изменять человека, не говорилось, о том, что надо менять связи между людьми, не говорилось. Об этом сегодня уже многие на эту тему говорят, мы знаем, в интернет существует огромное количество уже статей, материалов, конгрессов на эту тему. То есть постепенно это проходит в человечество. И благодаря нам, потому что мы занимаемся, мы являемся внутри человечества тем мозгом, от которого уходит воздействие волны, сигналы, такие как под землей, они расходятся и действуют на всех. Но нам надо попытаться сделать это намного быстрее, намного эффективнее, интенсивней. И в этом наша задача. Поэтому мы с вами, наши товарищи, которые еще здесь и не присутствуют, но находятся на этом конгрессе вместе с нами, во всем мире, особенно на европейском континенте, они должны понимать, что ради этого нас привели. я, когда пришел к Рабашу, вы знаете, говорил об этом не раз, я был среди стариков, там Рабаш был 40 лет старше меня, понимаете, и все остальные были примерно в его возрасте, то есть младше 65 лет, а мне было 30, там не было никого. так вот, когда я начал заниматься у него, спросил, что мне надо для продвижения конкретно, он говорит, тебе нужна группа, я начал давать лекции, занятия, привел людей, организовалась группа, а дальше что? Продолжай, и вот я начал продолжить, и я продолжил, то есть книги писал, выступал на лекциях, все время заботился о том, чтобы расширялся круг людей, видя именно видя, что я этим занимаюсь, он мог позволить передать мне эту методику духовного развития, то есть я абсолютно четко видел это от него, и понимал, что да вы знаете сами, что пишет Бали Сулам о том, что должен делать человек, то есть мне было совершенно ясно, что только лишь в распространении находится весь секрет моего успеха в Кабале, то есть не может человек сам достичь достичь раскрытия высшего мира, он раскрывается между правильным взаимодействием людей, и мне эгоисту, индивидуалисту, по характеру ученому, замкнутому в своем каком-то кабинете, я и сегодня такой по характеру, он не меняется, но обязан работать с людьми, потому что иначе если бы я не пошел бы именно в распространение, в расширение, в приближение людей к сближению, этого бы не получил, я бы ничего бы не достиг, никакого раскрытия я бы не получил, поэтому нам надо понимать, что, ну, то, что вы знаете из всех кабинетических материалов, что внутри человека одного ничего не раскрывается, а только лишь в связи его с другими, когда-то это была небольшая группа, как пишет Рабаш, о группе, о взаимодействии между собой в маленьком количестве людей, а сегодня, поскольку мир совсем другой, он требует от нас вот такого нового отношения к себе, мы должны им заниматься, мы должны распространять, поэтому распространение каббалы, но не в виде каббалы, потому что люди не чувствуют к ней никакого влечения к пониманию, к раскрытию, к исследованию высшего мира, они просто хотят наполнения, так вот наполнение, они все равно постигнут связи между собой, и поэтому для нас занятие, это занятие реализации нашей связи, именно методика каббалы, она более внутренняя, а более внешняя та же методика, это методика интегрального воспитания, то, что мы с вами должны распространять, поэтому достичь состояния, чтобы Европа была интегральной, взаимосвязанной, единой, это наша задача, и в зависимости от того, насколько мы вложим в это распространение, в это образование, зависит наш подъем, мы с вами знаем, что есть, духовный мир состоит из ступеней, из мира бесконечности до нашего мира нисходит свет по 125 ступеням, и каждая ступенька из этих ступеней, она находится так, что на нее одевается следующая ступень, вот так, и таких 125 ступеней, каждая ступень, она достигает своего минимального значения духовного, минимального духовного значения, в виде, в виде, который называется катнут, малое состояние, вот в таком вот виде, и ничего больше в себя не получает, а ее вторая часть находится внизу, самая большая, именно желание, которое можно наполнить знанием, постижением, ощущением, и ее нет, она начинает развиваться только в том виде, только в той мере, в которой следующая ступень, вот эта вот, следующая ступень, начинает у нее просить, то есть необходимо вот эти уши, так называемые, вот следующей, более низшей ступени, которые бы просили бы развития у высшей ступени, и тогда она бы смогла бы подняться, это заставило бы ее подняться вверх, получить высший свет, привести его вниз, отдать той ступени, которая просит, и таким образом самой наполниться. Мы с вами это изучаем, как подъем ман от низшего к высшему, когда высший может достичь большого состояния и наполнить низшего, иначе высший ни в коем случае не получает ничего, он находится как бы в нулевом состоянии, все ступени, все 125 ступеней вот эти вот, они находятся в нулевых состояниях, они ждут такой стендбай, ждут, пока у них попросят, опросим только мы на самой низшей ступени, потому что все они находятся в таком нулевом состоянии. Значит, если мы здесь снизу начнем просить, начнем поднимать бан, то, естественно, тогда пройдет свет по всем ступеням сверху вниз, и все получат наполнение. Поэтому, если мы если мы, вот это мы, не будем распространять методику исправления миру, который, кстати, в этом же так нуждается, то мы не достигли ничего, в нас будет только вот это вот маленькое наполнение, которое у нас сейчас есть немножко, понимание того, что мы имеем какую-то связь с высшим, но она, эта связь неощущаемая, неосознаваемая, это не раскрытие, и таким оно будет продолжаться, пока мы не не выйдем на на уровень, когда исходя из нашего распространения, мир не попросит у нас, чтобы мы с ним взаимодействовали, дали ему эту методику исправления, изменения, наполнения, вот тогда только пойдет наверх ман, придет сверху свет, наполнит нас, и наполнит нас, и пройдет на них. Таким образом это действует. Значит, наша ответственность, с одной стороны, наша задача, наше будущее, возможность ликвидировать все проблемы семейные, экологические, политические, культурные, а самое главное финансовые, экономические, только лишь в том, чтобы объяснять, в чем заключается на самом деле проблема нашего времени, что это в общем-то не кризис. Кризис, вы знаете, означает рождение нового. Правильная трактовка этого слова, кризис, это рождение нового. Это не ломка просто так старого, как думают люди. Так что на самом деле вот это нам надо объяснить. и если мы сможем объединиться между собой, тогда мы сможем так подействовать на Европу, несмотря на то, что нас практически так мало, но это не имеет значения. Вы знаете, разница между ступенями в духовном мире, когда каждая низшая ступень, каждая низшая ступень, вся вместе, вся ее сумма низшей ступени, она равна всего лишь одной части высшей ступени. То есть она входит сюда как один-единственный элемент. И тут же также вся часть, вся следующая высшая ступень, вся она равна всего лишь одной части следующей ступени. Вот настолько в духовном мире эти соотношения они огромны. Так что как микропроцессор, как в нашем мозгу есть всего лишь одна маленькая точка, которая практически управляет всем, а все остальное это просто органы управления, притворяющие в действие то, что происходит в этой одной маленькой точке. Так что не важно что нас мало, важно насколько наше качество перейдет в количество относительно следующей ступени относительно народов Европы. то есть если мы соединимся между собой группы европейские, то мы этим сможем воздействовать, причем воздействовать абсолютно. То есть даже распространение оно не понадобится такое, как мы сейчас думаем, через каналы, через интернет, через какие-то там книги, распространят или источники какие-то. Даже этого не надо. Если мы собираемся вместе, вот эта сила объединения, она распространяется на всех. Она поневоле, без всяких наших слов, она заставит всех думать об объединении. И люди начнут ощущать в соответствии с этим свечение высшего света. У них появятся в голове совершенно иные мысли, иные потребности. Если не преуспеем в нашем объединении и не преуспеем таким образом воздействовать правильно на Европу, будет хуже, будут проблемы, будут удары, любые экономические, финансовые, политические, экологические, ну, естественно, на уровне народов, на уровне семей, на уровне личности. Так что будем думать о том, чтобы всем было хорошо. вопросы? Ну, что такие все? Может, мы споем что-нибудь? Давайте. Что? Ну? like, đ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Большое спасибо, что вы к нам приехали Мы подготовили очень много вопросов, посвященных нашему объединению, посвященной семье Мы будем время от времени их озвучивать И нам бы хотелось начать с самого, может быть, глубинного вопроса соединения С которого все начинается, соединение мужчин и женщин Вы неоднократно говорили, что мужчина хочет или не хочет делать то, что желает женщина Следовательно, то, что делает в мире мужчина, они делают в погоне за теми наслаждениями, которые от них ожидают женщины Так как нам повлиять глобально на желание женщин? Женское желание – это желание получить, мужское желание – это желание отдавать В каждом из нас есть и мужское желание, и женское желание Мы знаем это и по хромосомам Так что я рассматриваю это только так И смотрю, что в каждой женщине есть оба желания, и в каждом мужчине есть оба желания Но, естественно, их две группы, если брать мужскую и женскую часть То они тоже делятся в основном на женскую часть и на мужскую В каждом из них проявляется по-разному эти желания получать и отдавать В группе мы должны действовать, правильно использовать эти желания Женщины более организованные, они более преданные Они более устремленные, чем мужчины Женщины являются основой нашего мира Мужчина как бы предваряет в действии действительно женское желание Если женщин нам дать в группе большую возможность воздействовать на группу То тогда я уверен, что группы будут более сплоченными, более серьезными, более целеустремленными Меня интересует тот Punkt, в котором мы как человечество Амбищество, который мы как человечество Мы как человечество Take-Эффер Отмеренная Об мы сейчас на этом Linkedin Эффали И, была первая стуга Омея-то в этой стуга Об здесь, в котором мы как человечество vom Schöpfer entfernt sind. Ну, быстро. Ja, bitte. будем говорить о нашей ступени, находимся вот где-то здесь. Вот здесь вот мы находимся. Мы это видим и по миру, и по себе, что нам необходимо. Мы провели огромное количество конгрессов, в том числе в пустыне и так далее. Мы сделали достаточно усилий. Нам необходимо, я думаю, вот эти вот сегодняшний конгресс, затем то, что у нас начинается сейчас в Израиле неделя Песох, может быть еще, но надо надеяться на то, что любой наш сегодняшний удар на сплочение, на объединение, он может быть последним. И мы получим раскрытие. Мы не знаем, когда. Это всегда происходит неожиданно для человека. Об этом тоже сказано в источниках. Так что будем надеяться, что мы... Но в принципе, вот оно находится перед нами, это раскрытие. И, как правило, оно всегда из темноты. Как бегство из Египта среди ночи. Вот так вот. Так и происходит выход на следующую ступень. Так же, как рождение ребенка. Появляется из ничего, из темноты, и вдруг появляется на свет. Так что будем надеяться, что мы этого достигнем даже здесь. Надо ждать этого, желать этого каждую минуту, вот сейчас, когда мы с вами здесь. Но, в принципе, даже если это не происходит немедленно, то все равно я вам говорю по своему пониманию, по тому, как я прошел эти пути, что это должно с нами случиться. Я не могу расписаться и ручаться, потому что то, что происходит с нами, происходит в зависимости от всего мира. И поэтому в этом отношении ни я, и ни один каббалист, кто бы был вместо меня, самый великий, он не смог бы сказать заранее, как это произойдет. Потому что мы с вами первопроходцы. Все каббалисты были индивидуалистами, они все это раскрывали в маленькой группе между собой. Как мы с вами знаем, ученики Раби Шимуна, ученики Ари, Рамхаля, Баля Сулама. А сейчас мы с вами выходим на следующий уровень. Так что я не могу сказать точно движение, дату какую-то, или там какое-то условие, при выполнении которого точно это будет. Но мы находимся с вами вот в преддверии, во входе. Как вот закончились 9 месяцев внутриутробного развития, и начинаются роды. Вот мы с вами находимся вот в этом состоянии. Но может продолжаться еще немножко, знаете, есть здесь такие движения вперед, назад, вперед, назад, плода, которые ощущаются матерью как стародовые схватки. Но мы уже в них. А это самая низкая, самая точка, расстояние самая большая, с точки зрения человечества. Она самая удаленная, и одновременно она самая близкая. Потому что нам необходима вот эта разница потенциалов. Вот эта вот разница потенциалов нам необходима. Понимаете? То есть должно быть, с одной стороны, ну вот так же, как родовые схватки. Огромные напряжения, огромные усилия. Кажется, что тут, что же тут может произойти. Просто мы знаем из нашей практики, что должен появиться таким образом именно ребенок на свет. Так что это получится. И это последнее вопрос. И это испытание этого момента, мы испытаем как личный человек и группа, в том чувстве. И жизнь на этой точке мы ощущаем, как человек в себе, или в группе, или как мы это ощущаем? Это уже не точка. Мы должны родиться, когда между нами произойдет соединение, которое будет представлять собой конструкцию из десяти частей, десять сферот. Вот первый образ вот этого младенца, новорожденного, это структура, состоящая из десяти частей. Ну, то есть она должна быть определенной структурой. В ней должно быть внутреннее напряжение изнутри, и должна быть большая сила, собирающая вместе все эти антагонистические, эгоистические желания. Вот на соединении противоположностей и возникает такое напряжение, в котором раскрывается высший свет. Физический закон, ничего здесь нет иного. Мы везде и в технике, и в природе видим то же самое. Это поверхностное натяжение в молекулах, это, ну, то есть везде. Любые природные явления, они именно построены на противоположностях. Прошу. Здравствуйте, я Деанн из Кроэтии. Вы говорили, Рав, на этой лестнице о нашей responsabilности для мира. И в Европе... Добрый день, Рав, your name is... Деанн. Меня зовут Деанн, я из Хорватии, и вы говорили во время урока о нашей ответственности относительно мира. Это не ответственность относительно мира. Я сейчас не говорил об относительности мира. Я говорил о том, что для того, чтобы нам зайти на следующую ступень, нам надо соединиться между собой ради того, что мы затем передадим эту модель миру. Иначе ради себя мы не можем существовать. Ради себя это значит быть оторванными от следующих ступеней. Понимаете? Если ради себя, то мы останемся с вами в малом состоянии. В малом состоянии. Вот в этом состоянии мы с вами останемся, и всё. Ничего в нём больше не будет, кроме того, что мы сейчас с вами понимаем и ощущаем. Для того, чтобы большее состояние перейти в следующее состояние, нам надо стать большими. Большими это становится в духовном только ради того, чтобы рожать другого, чтобы наполнять другого. Поэтому, если мы между собой объединяемся для того, чтобы наполнять других, чтобы передавать от себя другим, тогда мы получаем Высший Свет. Это не наша обязанность просто так. Это для нас самих необходимо. Для того, чтобы мы получили раскрытие. Раскрытие Творца, раскрытие Высшей Силы, Система управления, выход на следующий уровень, в следующее измерение, мы не получим, не раскроем, если мы не будем это делать, для того, чтобы раскрыть для других. Мы передаточное число. Какое-то вот такое. Передаточная система. И так каждый из нас. Каждая группа. Все вместе. Спасибо. Но есть проблема. Как мы можем прийти к ощущению необходимости, чтобы это сделать достаточно достаточно, чтобы действительно сделать эту секцию унификации? Есть только одна проблема. Как нам прийти к этому ощущению необходимости это все совершить и прийти к этому объединению? Мы это учим из всех статей. То, что нам оставили Баля Сулам и Рабаш. Об объединении в группе. Для чего это надо? Зачем это надо? Это относительно группы. А группа относительно других. Как человек относительно группы, так группа относительно всех остальных. Сегодня мир требует этого. Вы понимаете, что кризис мира, он нас обязывает. Если бы этого кризиса не было, я бы не думал об этом. Когда-то мы были маленькая группа, занимались в маленьком домике, в таком на земле стоящем. И нам было хорошо. Нам было хорошо. Было там человек 30-40. И все. Все было так хорошо. Это было еще всего лишь там 15 лет назад. 12 лет назад. И я так и думал, что будет продолжаться. Вдруг начался этот 95-й год. Ну, 95-й не сразу, может быть, позже. Там 98-й, 99-й. И вдруг оказалось, что мы обязаны переходить в другое место. Приходит слишком много людей. Затем начали об этом появляться другие люди в разных странах. Начали нас отыскивать. Я поехал в Америку. Проехал там по 11 городам крупным. Давал лекции. И так далее. То есть, вдруг мир начал быть другим. А вообще мы думали изначально быть вот такой маленькой группой в маленьком домике, как пишут каббалисты, и так заниматься. Но когда началось вот это вот движение со стороны мира к нам, потребность, то пришлось нам стать другими. Поэтому и вы сегодня обнаружили нас. А мы бы не показывались бы никому. Каббалисты всегда были замкнуты. Мы бы не выходили в интернет. Мы бы никогда ничего этого не делали. Но мир начал требовать. Изменил состояние мира. То же самое и сейчас. Этот кризис, он обязывает нас. То есть, это как бы условие. Если ты не будешь идти на то, чтобы его исправить, то для чего тебе получать высший свет для себя? Для себя в каббале, в духовном, такого нет. В духовном мире отдать из себя ты ничего не получишь. Поэтому у нас и возникает здесь непременное условие соединяться между собой и одновременно распространять. Мы должны с вами перейти... Ну, давайте, еще один вопрос. Вопрос от маленькой женской группы. По ходу лекции, которую мы слышим, опять же, перекликается с предыдущим, потому что это в пространстве ощущений. Когда вы говорите, мы должны просить подняться на следующий уровень, что понимается под словом просить? Это ощущение, что хочу лучше, что так плохо, вот сейчас, вот хотелось бы. То есть, под словом просить. Или это некоторый запрос? Просить, это значит хотеть. Внутри себя. Тогда понятно. И в продолжении. Все-таки в корне запроса поначалу лежат прагматические запросы, потому что, когда вы говорите об экономическом кризисе... Ну, естественно, мы все прагматики, все мы хотим только ради себя. Я хочу объединиться со всеми только ради себя. Я хочу соединиться с Европой, а затем и со всем миром только ради себя. Я хочу выйти в высший мир. Да, вот такое вот эгоистическое желание. А свет, когда придет, он нас исправит и покажет нам в объединенном желании, что надо быть другими. Он нас сделает такими, не мы сами себя. До тех пор, пока меня не исправил свет, я вот такой. И мне не надо это от себя скрывать. Но, с другой стороны, проявляется такая эмпатия, что хочется, чтобы всем было хорошо. Вот этот запрос, его как бы нужно держать. Он тоже эгоистический. Вот. Так что успокойтесь. Ну, ой-ой-ой-ой. У нас время на семинар. Добрый день, Раф. Вы частично отвечали, просто лет 10-12 назад, когда начинали заниматься кабалой, групп было очень мало, и в мире было очень мало проблем. Сейчас очень много групп, и очень много проблем. Будет еще больше, и того, и другого. Это взаимосвязано, или благодаря тем, что мы объединимся, мы развалим всю экономику мира? Такое чувство выходит, что благодаря нам проявляется... Нет. Экономику мира мы не развалим, наоборот. Дело в том, что экономика мира разваливается именно благодаря тому, что мир не знает, как действовать. И мы это видим. Мы просто видим, как те люди, которые столько учились, столько знают всего о нашем мире, и об экономике, и о финансах, и в них, в их руках находится все. И они просто подняли руки, и ничего не делают. И не умеют ничего делать, оказывается. Потому что изменилась система. Система. Мир переходит в другую систему взаимосвязей. И прошлая система взаимосвязей, которую они знали, за какие ниточки дергать, и что делать, не работает. Она не работает. Что дальше делать, они не знают. И они оставили так все. Никто с кризисом не борется. Абсолютно. Просто вот так вот, как идет, пусть идет. Будем печатать деньги. Ну и будем печатать деньги. У нас 15 миллиардов долга, будет 30 миллиардов долга. И будет 100 миллиардов долга. Ну и что? Не миллиардов-то, а вообще там, триллионы там всякие. Неважно сколько. Некуда деваться. Вот так вот мы будем продолжать. Вот так решили. Все. Безработица там 10 процентов. Будет 50 процентов. Будет. А чем? А мы их будем кормить. Будем кормить. Ничего страшного. Сегодня мир можно прокормить очень просто. Будем кормить. Вот так вот все решено делать. Почему? Потому что ни у кого нет никакой методики, что делать вообще с миром. Ни в чем. Разваливается семья? Ну разваливается. А что можно сделать? Становится пенсионеров больше, чем работающих на них? Ну и ничего. То есть все оставили в покое. Никто не борется ни с чем. Вам может быть показывают, что выступают деятели там все. Это все просто игра. Это театр. Внутри всем известно, что мы ничего не знаем, что делать. И ничего не будем делать. И ничего не будем делать. Вот так. И это лучшее вообще решение из всего того, что может быть. Так что мы не разваливаем экономику. Наоборот. Тем, что мы покажем, что надо соединяться, надо соединяться не экономически сейчас. экономически мы завязаны вот так вот все друг с другом. Страшнейшим образом завязаны. Вы видите, Кипр, что происходит сейчас и все прочее. Это все ерунда. Это только маленькая демонстрация того, насколько мы взаимосвязаны. Мы должны показать миру, как правильно начать взаимодействие. Оно находится не на уровне не экономики, только на уровне вот такого вот интегрального воспитания. Ничего больше. Давайте мы к нему приступим. Сейчас мы встаем, делаем круги, переходим к семинару и начнем интегральное воспитание. Прошу. Окей, друзья.